О марафоне именем детства во имя детства слышал каждый. Многие неоднократно участвовали в нем. Во время последнего марафона собрали 6,5 миллионов рублей. Что удалось сделать? На что направлены деньги? Кто они? Адресаты добра. Сегодня наша съемочная группа побывала в реабилитационном центре для детей. Именно сюда направили часть денег. Маленькая Настя Сергеева вместе с мамой приезжают в реабилитационный центр вот уже третий раз. Через каждые полгода. Мне здесь нравятся поделки делать и то, что здесь хорошо очень. В любимом Настяном классе комнате по труду появились новые столы и регулируемые стулья. О них персонал центра мечтал давно. Довольны и родители. Ребенок вообще счастлив в том, что очень много детей, очень много хороших вот этих вот всех комнат. Самая любимая комната вот эта, конечно, комната по труду. Любит, вообще невозможно. Приходит, давай, мам, пойдем по девочке делать, такая счастливая, радостная. Уходить вообще не хочет. Сейчас вообще стало более удобнее, потому что мебель под рост ребенка переставляется, под вес ребенка, как бы можно сказать. Удобно очень. Очень хорошо. Очень нравится. А из физкультурного зала ребят просто не выманишь. И это неудивительно. Здесь и горка, и сухой бассейн, и новые тренажеры. Мебель и тренажеры – не единственное приобретение реабилитационного центра. Благодаря средствам марафона именем «Детство во имя детства» здесь появился и первый в Чувашии аппарат «Магнам Слим». С его помощью можно научить детей правильно выговаривать слоги и слова, двигаться. Можно даже успокоить пациента в эмоциональном плане, улучшить его сон. Раньше за подобным лечением воспитанникам центра приходилось ездить в близлежайшие регионы. Там эта процедура стоила недешево. Сейчас здесь пациенты лечатся бесплатно. Благодаря внедрению таких новых технологий эффективность реабилитации повышается. Мы сначала проводим анализ ситуации по реабилитационной помощи в России и за рубежом. Мы подбираем именно под те заболевания детей, которые к нам вступают, потому что у нас более 63% – это дети с заболеваниями нервной системы. Конечно, приоритет им, но у нас есть дети и с другой патологией, и с другой нозологией. И, вы знаете, мы стараемся помочь всем детям нашей республики, которые попали в такую трудную жизненную ситуацию. По коридорам центра ходят и настоящие космонавты. Так медработники называют нейрореабилитационный костюм «Атлант». Здесь 12 таких костюмов, которые также куплены на средства детского марафона. Всего центр получил более 200 тысяч рублей. Их уже освоили и строят планы на будущий год. Юлия Важенина, Андрей Спиридонов, Республика.